Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Насонова Анна, я архитектор. И сегодня в моём аккаунте я проведу прямой эфир не одна, а со специалистом в области недвижимости, в области загородной недвижимости. Жду. Ну, сейчас я отправлю приглашение. Нелли, я вас пригласила. Надеюсь, вы сейчас сможете ко мне присоединиться к эфиру. Так, приветствую всех, кто присоединяется нас послушать. Очень хочу пригла... Нелли, я вам отправляю. Нелли ещё раз отправила приглашение. Попробуйте. Так. Техническая заминка. Надеюсь, что сейчас всё сработает и получится. Да, получилось. Не с первого раза, но получилось. Здравствуйте, Нелли. Я только успела представиться сама и сказать о том, что наш сегодняшний эфир будет касаться загородной недвижимости. Я предлагаю вам теперь представиться нашим слушателям. Постепенно народ собирается. Мы сразу скажу, что эфир я сохраню. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите. Мы в процессе эфира будем отвечать. Нелли, пожалуйста. Представится для ваших подписчиков и моих, кто будет... Да, представляйтесь. Меня зовут Нелли Черноволова. Я тестованный МТФ в сфере. Я вот уже больше 10 лет. И сегодня мы решили затронуть такую актуальную, животрепещущую тему. Это покупка и строительство загородного дома. Что важно учесть. Неоднократно Анна при анонсе упоминала тему, что мы сегодня будем говорить про родовое гнездо. И так посчастливилось, что я также являюсь загородным жителем. И могу про эту тему говорить бесконечно. Кроме как эксперт, помимо этого, да, еще и просто обычный обыватель, загородный житель. Поэтому не стесняйтесь задавать в процессе прямого эфира вопросы. Мы с удовольствием будем отвечать. Вот. Ко мне обращаются люди, на самом деле, не только по загородной недвижимости. Не только загородной недвижимости я занимаюсь. Просто это одно из моих направлений. Которое, особенно в последние годы, особенно в послепандемийный период, достаточно популярным, актуальным. Поэтому обращаются, стараемся. И с чем таким запросом ко мне идут клиенты? Это, безусловно, покупка семейного участка для строительства. Это покупка дома. Либо кто-то продает ранее приобретенный дом для того, чтобы поменять свои условия, переехать в город, либо улучшить состояние... ...исправляются от неликвида. Вот. Мы, наверное, как-то озвучим, по каким параметрам мы пройдемся, да? То есть, поговорим о моментах, которые влияют на стоимость приобретенного... Да. Да, мне как раз хотелось, чтобы вы больше осветили даже вопросы. А что больше... на что больше спрос еще? Ну, смотрите, в последнее время актуально запрос прямо готовое жилье, ввиду того, что мы понимаем, что экономические условия, сейчас постоянно меняющиеся, они влияют им на стоимость строительных материалов, да? И нельзя предсказать, сколько же по итогу обойдется строительство дома. Я думаю, вы со мной согласитесь, когда мы просчитываем смету. Вот мы, допустим, заложили в бюджете столько-то на семейный участок, столько-то планируют потратить на строительство жилого дома, столько-то на ремонт и обустройство, да? И цены постоянно растут. И в этой связи люди, когда приобретают клиенты, когда приобретают участок и планируют там, допустим, за два года, за три года возвести и переехать, они для себя неожиданно понимают, что из бюджета они уже вышли полтора года назад, да? Кто его ведет при строительстве. И получается так, что за эти два-три года цены... ...от того, на что они рассчитывали. И понимая это, что постоянно цены растут на строительные материалы там, да, многие сейчас делают выбор пользу покупки дома, либо уже готового от застройщика, либо как вторичного рынка, да? То есть есть стройки у нас по готовому загородному жилью, а есть у нас именно покупка просто с рук, то есть люди, которые по каким-то причинам уезжают за рубеж, либо они меняют загородную жизнь на городскую квартиру, что редко очень сильно бывает, да? Но такие... Либо просто площадь, допустим, дома не устраивает, люди расширяются, либо меняют локацию, потому что есть свои нюансы, да, когда особенно семья приобретает впервые загородную недвижимость, многие моменты не учитываются. И пожив год-два в каком-то не очень сложном городе, они понимают, они построят ли нам своё родовое гнездо. Накануне эфира нам поступил вопрос, что же понимается экспертами под родовым гнездом, да? Да, да. Думаю, что разумно будет объяснить понятие родовое гнездо, это тот дом, который вы построили, либо который вы купили, и сможете передать по наследству. Я бы определила так. То есть это ни в коем случае не инвестиционная недвижимость, хотя, конечно, вкладываться лучше в то, что мы потом можем продать, да? Но родовое, как правило, всё-таки строится для себя, покупается для себя, и с прицелом на то, что кто-то из детей, из будущих поколений будет также поддерживать в состоянии, в хорошем этом месте, да, и там жить. То есть чаще всего всё-таки это не про дачу, да, это именно про тот дом, который используется для жизни. Это для себя, да. Есть категория у нас клиентов, москвичей, которые зачастую имеют два вида недвижимости. Это квартира в Москве, и это загородный дом. Так вот, загородный дом, в который приезжают на выходные, он тоже может быть с родовым гнездом, да, это тоже может быть комфортный по всем параметрам дом. Такие дома тоже любят вкладываться, предпочитают вкладываться уже капитально. А что, вот сейчас, если выбирают готовое, что больше, это как вторичное, или это от застройщиков, по спросу, по своему опыту? Да, значит, у нас, опять же, есть разные программы от банков, да, это ипотека от застройщика, и сейчас популярные застройщики, как ПИК, Самолет, они сделали дочерние компании, даже они сами делают проекты, когда целые коттеджные поселки строятся по одному типовому проекту, и банки это успешно выдают ипотеку на такие проекты. Все исходит от бюджета и от потребителей людей. Кто-то хочет с вами заехать и жить, кто-то хочет заехать и довести до ума, там, да, они же в разном продаются, да, коттеджные поселки строятся по типу либо черновая отделка, либо white box, либо, соответственно, с каким-то дорогим. Я могу сказать, что все-таки типовые, да, мы-то все-таки больше проэкономны, да, типовые проекты, которые идут с отделочными материалами, но, к сожалению, так у нас сложилось, что мы пока не уровня, как Арабских Эмиратов, отделочных материалов, да, то есть если мы покупаем готовый проект от застройщика, как правило, там идет экономия на отделочных материалах. Вот поэтому здесь выбор проходит либо в пользу уже готового жилья, которое уже там с каким-то стандерскими проектами, да, с каким-то готовым ремонтом, то есть люди покупают чье-то уже решение, да, и, соответственно, переселяются всей семьей уже в готовое жилье. Процентные ставки, к сожалению, сейчас не могут порадовать на вторичное жилье, но как-то продали, допустим, свою там квартиру, да, которую в Москве, жилье им там стало тесно, вполне себе можно приобрести либо за наличные, ну, либо с привлечением ипотечных, которые сейчас где-то вот 15%. А на стоимость, что влияет в основном? Что влияет на стоимость тогда этого жилья? Это всегда влияет четыре параметра, которые всегда нужно учить. Это локация, это площадь, как земельного участка, так и самого дома. Это наличие коммуникаций в том месте, где мы приобретаем, да, дом. И также это материалы стен, конечно, решают, да, то есть из чего этот дом построен. Современные каркасные технологии, там, да, блочные там дома, они гораздо бюджетнее, поэтому они всегда дешевле, да. И говоря про цены, вот многие жители, которые не сталкивались раньше с переездом за город, да, наши городские жители, мы их любим, да, задумываются о покупке дома, и всегда у них в голове, ну, как бы, назревает вопрос, а за сколько можно купить дом? Ну, опять же, мы сегодня говорим не про дачи, да, которые можно приобрести, стоимость вот 5 миллионов, там, да, пригрыз от Москвы. Мы говорим про дом, в котором можно жить. Жить можно в 50 километрах от Москвы, и опять же, цена будет соответствующая, да, то есть когда мы говорим о том, что мы хотим приобрести, дом в хорошей локации, в хорошем коттеджном поселке, да, при этом дома будет комфортно, это там, ну, для семи, там, из трех-четырех человека от 120 квадратных метров, но не тысячу квадратных метров, да, любили в 2000-х строить, там, эти огромные особняки. Когда мы говорим, что это хорошие, качественные, там, отделочные материалы, это кирпичный, это какой-то монолитный дом, там, да, при этом в коттеджном поселке, либо это какое-то поселение, есть все коммуникации, то, конечно, это не про бюджетное, да, вложение. Это нужно испытывать и понимать, что если мы говорим о том, что в коттеджном поселке, ну, все хорошо, дороги хорошие, соседи хорошие, коммуникация, это там водоотведение, либо газоподобие, конечно, сразу влияет и на стоимость готовых жилых домов, либо это нужно учитывать и понимать, что на этом можно сэкономить, да, то есть стоимость земельного участка, скорее всего, там будет гораздо дешевле, нежели в том поселке, где есть наличие всех коммуникаций, и, соответственно, ну, что обеспечивает комфортное проживание, да. А можно вопрос? Соотношение участка, площади участка и дома имеет значение при покупке? Соотношение? Ну, смотрите, вот сегодня общалась со своей близкой знакомой, они сейчас покупают дом, таунхаус, да, это рядом с Блашихой, Гринпарк, он достаточно известный тоже такой за счеток, так вот, вот там при двух сотках земли дом стоит, таунхаус, да, это от 20 до 40 миллионов рублей, при этом мы понимаем, что две сотки земли это только парковочное место, да, это только маленькая-маленькая площадочка. и как я понимаю, что все-таки комфортное жилье, родовое гнездо, да, которое мы с утра можем выйти с чашечкой кофе и не смотреть в соседние окна, да, и вечером, когда к тебе приезжает семья, и вы там сидите на летней веранде, там, да, беседке, как говорят соседние, там, соседние соседей, это все твоя личная жизнь, это, конечно, накладывает тоже, ну, такой отпечаток и на стоимость, то есть мы понимаем, что чем больше дом, тем больше площадка требуется для его обслуживания и для нормального существования семьи, которая там будет проживать. У нас вопрос, влияет ли состояние участка на стоимость загоренного дома, ландшафтный дизайн? Могу сказать, что даже рельеф участка влияет на стоимость, вот у нас многие боятся участков с переходами, хотя это всегда можно там как-то обыграть, да, я думаю, что архитектор, опять же, подскажет, и дизайнеры такие участки, которые сложные, да, но преимуществом и как бы увеличивать стоимость всегда наличие огражденной территории, наличие уже подведенных коммуникаций этому участку и ровность участка, то есть когда участок без каких-то кирпичей и старых построек, тогда это, ну, как бы увеличивать стоимость. При этом есть ситуации, когда в коттеджном поселке либо в поселении уже стоял какой-то деревянный старый дом, либо это может быть дом, да, у него присвоена адресная часть, у него уже подведены все коммуникации, так вот такой участок может стоить дороже, соседний, но ровный, да, то есть здесь нужно, конечно, смотреть особенности. А скажите, пожалуйста, вот если покупают дом на вторичке, какое-то обследование дома вы проводите перед покупкой? Я имею в виду техническое состояние. Да. Изучается ли, просите ли вы проект, по которому построен дом был? Покупка загородной недвижимости, это всегда в разы сложнее, нежели купить квартиру в новостройке, либо даже в вторичке. Ввиду чего? Всегда это может оказаться сюрпризом, всегда могут оказаться какие-то скрытые недостатки. Поэтому я, даже будучи жителем загородного дома, не всегда берусь оценивать состояние жилого дома, потому что снаружи это может быть красивая конфетка, а внутри это могут быть серьезные нарушения отхождения от проекта, и это могут выявить только люди, которые в этом разбираются, которые имеют соответствующее образование, опыт по строительству, и которые, с взгляда, понимают, что если где-то шатается плитка в деревянном доме, в любом доме, либо где-то есть отхождение градуса там угла, то значит же где-то что-то нарушено. И даже мелкие какие-то прорехи, допустим, как шатание плитки, у меня была практика, что мы уже ехали на аванс по внесению дома, но ехали с экспертом, и эксперт осознавал, что, допустим, пол положен не по пролеты, допустим, под пол достаточно широкие, что влечет за собой просто, ну, этот пол там через два года нужно будет полностью целиком менять, потому что он весь гуляет. А на первом осмотре вместе с клиентами сама воодушевилась этим проектом, хороший уютный дом с классным дорогим ремонтом, но при этом мы понимаем, что покупка такого дома, она могла, еще и в ипотеку, она могла оказаться очень большими потребителями. То же самое, как на потолок я не полезу, я не эксперт в области строительства, на чердаке я не полезу, я не увижу какие-то нарушения при проектировании строительства, отделке крыши, что может повлечь, допустим, быстрая порча, гниение каких-то межэтажных пролетов и так далее. То есть всегда рекомендую не экономить, потому что покупка дома достаточно всегда небюджетная покупка. Это возможно, что мы покупаем в России такое свое жилье, свой дом, и ни в коем случае не исключается помощь экспертов, помощь специалистов, оценивая состояние дома, особенно если это ваш первый дом, особенно если вы в доме никогда не жили, обязательно привлекайте экспертов. Это строительная экспертиза, даже это может оказаться строительной компанией, которая понимает, а если дом строит проект, то, соответственно, всю документацию проектную нужно спрашивать и проверять соответственно. этой экспертизе, то есть она требует. А есть ли люди, которые сознательно покупают дома, с тем, чтобы его сломать, там, например, участок нравится? Случается такое? Я могу сказать, что если это бюджетные дома, ну, сложно представить, чтобы в каком-нибудь миллениум парке, да, люди так влюбились в участок, да, что там стоит такие вот посинки. Это какой-нибудь стародачный поселок, даже ближайший к Подмосковью, там все равно даже есть. Да, 20 лет со светом случилось. Это какие-то СНТ, да, какие-то коттеджные поселки. Да, если это старый дом, я повторю, что это может быть там заброшенный какой-то участок, вот недалеко ходить даже. Я могу сказать, что живу рядом с старым коттеджным поселком Загорянский, да, здесь старые сосны, да, много раньше дачников жило, а сейчас здесь в части поселка есть уже все коммуникации, и люди покупают, осознанно прям ищут старые дома, да, построенные, и строят на месте старых домов, сносят и строят себе как дом. Вы знаете, я почему об этом спросила, потому что недавно возила свою маму к ее подруге в старый дачный поселок, и смотрю, что там участки по 8 соток, я смотрю, что постепенно там люди начинают покупать эти участки, объединять и строить дома. Такой был, ну, не замшелый, дачный поселок, в общем, такой старый, ничего там не было, а тут, что, я понимаю, что люди начали обращать внимание на СНС, как на перспективу такого развития загорной жизни. Да, есть же поселки, которые, где раньше выдавали интеллигенции, да, это даже вот и в Пушкинском районе, я могу опять же говорить, вот и ближайшие Загорянские, да, то есть ранее здесь Марине Цветаевой семье там, да, выдавали участок, и на самом деле это откладывает свой отпечаток, это всегда, как правило, какая-то красивая ландшафты, да, какие-то хорошие, опять же, вековые сосны, которые привлекают, и вот иногда думаешь, здесь огурцы-то даже вот приезжать только, чтобы тепличку поставить, да, как-то и жалко, вот, поэтому здорово, что люди ценят именно, да, эту локацию и там возводят уже для постоянного места жительства. Как правило, люди на самом деле, даже многие местные жители сопротивляются тому, что приходит цивилизация в такие вот места, да, какие-нибудь бабушки очень любят наставить каких-нибудь там шлагбаумов, чтобы, не дай боже, там на машине не ездили, вот, но это неизбежно, это то же самое, как город выселяет деревню, так и коттеджные поселки обустраивают, осваивают вот территорию, там, где особенно в отличие всех коммуникаций, ну, это есть, это есть, это занято. Вы по своему опыту, все-таки, что больше люди сейчас покупают именно готовые дома или все-таки ищут еще землю для того, чтобы самостоятельно построиться? Вот в процентном соотношении. Безусловно, ищут, но, опять же, повторюсь, что все зависит от запроса клиента, с каким бюджетом он идет, да, сейчас после пандемии, после начала СВО очень много освобождается классных, вот реально интересных проектов, готовых под ключ, и, наверное, ну, странно было бы, имея там определенный бюджет, купить готовый, практически новый, уже полностью обустроенный дом, да, или влезать в строительство нового и строить уже под себя. Опять же, я повторю, что есть понимание планов, то в какие сроки мы хотим въехать в этот дом, да, и, опять же, все в бюджет убирается. Если мы объективно рассчитываем свои силы, адекватно рассчитываем свой бюджет, да, и в течение нескольких лет мы с нуля возведем и переедем, то, конечно, люди стараются строить под себя, особенно это люди, которые раньше, там, допустим, в детстве когда-то жили в домах частных, вот много клиентов, которые уже с детства знакомы с загородной жизнью и они мечтают о собственном доме. Пандемия, опять же, внесла в свои коррективы и люди в загородных домах из квартир стараются перебираться уже в готовые дома, потому что они объективно понимают, что в строительстве они не понимают, они не знают, с чего начали, поэтому перебирают уже готовые проекты. Слушайте, ну вот если поселки, когда вообще там, извините, вот если поселки, там абсолютно типовые, одинаковые дома, и все равно их выбирают? Я могу сказать... У людей какое-то понимание эстетики, что вот должны быть они разными, что не надо все так... Я могу сказать вот просто наблюдение, да, есть поселки действительно с этими проектами. Много таких поселков загородных, они начинаются в локации там даже 15 километров от МКАДа, позиционируют себя как элитными, позиционируют себя как там и на территории есть и частные сады, и фонтаны, и какие-то зоны отдыха, детские площадки. Но при этом меня всегда удивляет. Вот эти типовые дома на участке там 4-5 соток иногда они сочетаются прям в перемешку с таунхаусами, у которых там может быть даже на 4 собственника дом, да, там совсем по 2 соточки, и они смотрят окна в окна и думаешь, а про какой здесь комфорт идет речь. А стоимость таких коттеджных поселков за счет вот именно инфраструктуры, которую создали застройщики, да, она достаточно и думаешь, а ведь можно было даже в каком-то поселении просто взять большую площадь участка за те же деньги возвести на свой дом, да, не похожий, который действительно будет отличаться по проекту. Вы знаете, люди, ну, как бы вот посмотревшись на разные заборы, которые там из профнастила стоят, да, и въехав в какой-то аккуратный поселок, они думают, блин, здесь так все аккуратно, здесь так все красиво, наверное, здесь лучше, да, наверное, здесь окружение лучше, да, и делают зачастую вот именно в пользу закрытого поселка, потому что, опять же, вот какая-то приватность есть, да, здесь, опять же, вот наличие благоустроенных подъездных путей, все коммуникации, как правило, в таких поселках, но при этом, я говорю, что теряется вот какая-то уникальность, и это не всегда про комфорт, потому что жить в окна с соседом, ну, а смысл был загород тогда. у меня один раз, один был проект таунхауса в маленькой Талии, но, правда, там таунхаус был 480, да, 480 квадратных метров, вот он здоровый такой таунхаус, но тоже очень маленькая территория, задняя часть участка, крошечная, и вот там за счет большого балкона его озеленяли, и так, чтобы как раз не видеть никаких соседей, пытались скрыть, но на самом деле владельцы этого таунхауса, они предполагали, что они будут возить ребенка в школу оттуда, но этого не случилось, точнее, двоих детей, потому что все-таки это далеко, и, а вот когда таунхаус рассматривает даже ближайшее под Москвой, мне кажется, что это тоже не вариант, именно из-за того, что нет вот этой свободы, нет этого участка большого, в общем-то, что ценится в загородном жилье, это же все-таки не сам дом, а все вокруг, то, что можно создать разные зоны, сад, цветники, беседки. Я даже тенденцию могу сказать, сейчас вот достаточно дорогими поселками являются поселки, где диктуют какие-то обязательные условия в плане установки белого заборчика, низкого между соседями, чтобы там заборчик был опять же небольшой и низкий. А про какой комфорт здесь речь идет, это может быть не обязательно, просто у нас понимание, если забор высокий, то он либо кирпичный, либо из этого просто настила в ряда. Вот у нас, кстати, я вам просто опять же вопрос такой задам, а есть ли что-то альтернативно сейчас красивее, чем забор из профнастила. Если, наверное, изобретут, то возможно, что и эти поселки будут к этому стремиться, потому что, я не знаю, пожив там год в таких условиях, где ты через забор можешь петуха перекинуть, я говорю, но это не очень комфортно, хочется все равно вот этой приватности. И вот опять же, насмотревшись на зарубежные какие-то там американские дома, где там чуть ли не только электронный забор, чтобы собака не убежала там, да, возможно, что наши тоже к этому стремятся, но не учитывают наши особенности, нашу широкую душу, когда в выходные тебе близкие, все собираются там с семьей, хотя... Вчера смотрела сериал, начали смотреть с мужем сериал, забыла название, американский сериал, но там вот отдельно достаточно близко дома располагаются, но между все-таки домами существует забор, но не сплошной, а там очень интересно перголы расположили, то есть с фасада заборов нет, но между домами просто это не какой-то высокий забор, не кирпичный, ну тем более у них не профнастил, но просто интересными разновысотными перголами перегорожено, и это вроде бы и не сплошное, но что-то очень оригинальное, и тоже попадалось в инстаграм, опять-таки тоже у американцев они отделят опять-таки свой участок от соседей, зрительно отделяют тоже перголы с цветниками очень красивыми, все равно люди стремятся разъединить, вот чтобы была какая-то своя именно зона приватная отделиться, да, там на фасаде с подъездной части заборов нет, но между все-таки возникает необходимость их иметь, иметь забор, у меня дом, это не коттеджный поселок, дом на краю деревни, и у нас по улице идут сплошные заборы, но между соседями у нас так сложилось уже, что буквально сетка рабица, которую в результате засаживали, вот мы посадили туи, ждем, когда они вырастут, многие ругают о том, что туи, что это неправильно, но у меня участок большой, в основном он загорожен уже лесная полоса такая высокая, я никого не вижу, кроме вот одних соседей, от которых я туями перегораживаюсь, все равно хочется какого-то уединения, но вот я сегодня была на авторском надзоре в поселке старом поселке под Москвой достаточно близком к Москве там нет высоких заборов там как раз даже они такие как ковка забор невысокие буквально сантиметров наверное 80 высотой по дороге практически ни у кого ничего не растет как бы они просматриваются участки но между везде идет какая-то зеленая изгородь но при этом она тоже невысокая смотрится очень красиво я не знаю как в этом жить потому что иногда действительно ты хочешь выйти на участок и не думать о том что тебя кто-то увидит в пижаме там или еще что-то ты идешь делать и ты как бы свободный человек с другой стороны вот эти заборы большие если они не складны если они не регламентированы нет кода поселка как что делать они тоже конечно не не есть хорошо лучше когда это оговаривается это металлические кованые красивые заборы за ними какая-то зелень туйки посажены это на самом деле очень красиво но это как правило предполагает большую территорию участка и вот те же какие-то если мы говорим про классные красивые поселки там типа как на Рублево-Успенском Истринское направление там да как правило это большие территории участков там действительно даже если кованый заборчик там тебя сосед не увидит сквозь елок вот если мы говорим про наши типичные поселки допустим если я приведу вот свой поселок классический парк это все-таки нерегламентированный и это очень разношерстный иногда это конечно расстраивает но как у нас вот допустим когда приобретали дом у нас в поселке было еще мало жителей а сейчас так оказалось что мы чуть ли не в эпицентре события мимо нас достаточно много ездит машин и хочется у нас вот допустим забор из профнастил хочется его еще два раза выше сделать чтобы не слышать машин чтобы как-то вот себя изолировать вот именно от шума от проходящих людей чтобы ну просто была какая-то приватность да ну наверное тоже получается что есть когда люди выбирают загородную недвижимость нужно точно понимать что ты туда приезжаешь на выходные либо ты постоянно живешь и от этого уже от этих требований исходить что выбрать для жизни а при этом единственное единственное что может так оказаться так у нас все развивается что иногда то что ты кажешь что это будет там дача а ты там оказываешься гораздо чаще становится это постоянным жильем и вот кстати я вот сталкивалась с этим но не уверена когда не каждую дачу можно перевести в постоянное жилье и это регламентируется чуть ли не высотой потолков в доме я вам могу сказать что буквально в прошлые выходные ездила до родителей в Ивановские регионы и мы приезжали погостить еще и в Суздаль городок не так далеко от Москвы и просто вам как тенденцию скажу что сейчас люди рассматривают не обязательно родовое гнездо построить рядом с Москвой мы говорим о том где есть квартира в Москве для постоянных где они ночуют на работе недели а в выходные они уезжают за город и сейчас тенденция что как раз кто хочет свой уникальный дом кто стремится к строительству либо покупке родового это может быть даже чуть дальше локация от Москвы но это опять же и наличие природы ландшафта какого-то красивого да и возможность построить дом какого-то красивого водоема да и иметь каких-то культурных соседей да я за то что вот из своей практики у нас знакомые не так давно начали строительство дома в Переславле Залесском одни москвичи одни московские номера и там люди приезжают туда плюс но я не говорю что это на самом деле тоже феномены распиаренные места да потому что допустим в Суздале сотка земли начинается от миллиона до сотку да это чуть-чуть выше даже подмосковье ближайшего и я за то что если вы выбираете родовое кнездо вы должны понимать а почему это это место где вы выросли да почему вас туда тянет либо вам нравится ландшафт там это приближенность к какой-то реке там да или все-таки вам важно наличие коммуникаций и по сути вы хотите оставаться в кавычках загородным жителем но имея маленький кусочек земли как парковку да чтобы там поставить машину все эти опять же пунктики они важны и очень сильно влияют на стоимость повторюсь что локация площадь материалы дома и наличие коммуникации очень сильно влияют и если одного какого-то параметра нет допустим локация далеко от москвы шанс сэкономить на стоимости участка на стоимости материалов вряд ли давайте про стоимость материалов могу сказать как сэкономить вот например дом загородный дом тюдор у нас проект был сделан мы начали его в конце января в мае заказчик приступил к строительству были определены все материалы понятно из чего мы строим что мы строим из паратерма 38 терма что у нас идет кирпич ручной формовки эти материалы были определены были спецификации на окна были мы знали точно материал на кровлю мы многое что знали и заказчик вот просто ну это как бы нужно быть готовым к этому он купил эти материалы с тем что паратермы вывозили по необходимости когда нам нужно это были договоренности такие какие-то вещи мы сразу соскладировали окна понятно что он проплатил но он зафиксировал стоимость их а уже запустили в производство когда были оконные проемы их могли перемирить но стоимость была зафиксирована просто некоторые вещи они могут быть зафиксированными в самом начале проекта потому что если ты строишь по проекту то у тебя там есть спецификации на материалы да там может что-то колебаться причем стоимость работы она не так меняется сейчас как именно действительно стоимость материалов поэтому если есть проект то в общем-то можно себя именно фиксации покупкой материалов как-то себя обезопасить от такого стремительного роста а вот то что касается еще родового гнезда если то это как бы определенный какой-то размер дома вот по вашему опыту что какого размера дом называют родовым гнездом могут определить вы знаете родовым гнездом зачастую вот обыватели понимают что это как будто родительский дом вот я вернулся какие-то свои корни да где пускал где моя бабушка живет так там дома совсем были да на самом деле опять же отталкиваясь от того какая семья для пары для семьи вполне себе для того чтобы там проживать и 50 квадрата хватает но вот мое понимание что это где-то вот от 100 до 150 до 250 где-то не больше больше это уже поместья это уже совсем прям большие коттеджи какие-то да то есть по мне то сейчас вот тенденция которая пошла отходить от больших огромных площадей которые и наоборот строятся в ширину это здорово но опять же все должно быть соразмерно где-то слышала что для одного человека прям для комфортной жизни надо там порядка 100 квадратных одного человека я с этим не согласна вот у нас допустим мы с супругом живем нам очень комфортно в 200 метрах да но у нас вполне себе и гости приходят и спален хватает и большая кухня столовая здесь нужно опять же отталкиваться от предпочтений семьи потому что вот в нашей в нашем поселке живет пара наших друзей тоже дизайнер они допустим да у них очень уютненький маленький небольшой дом 80 квадратов то есть вполне себе ну наверное можно просто от чего ты начинаешь отказываться или что-то вот чем-то ограничивать себя но действительно у каждого по-разному даже ощущение той же самой площади в доме и высота потолка по-разному все сказано например сейчас мне приходится мне кажется лично мне кажется что мои за качество не стоит делить это помещение она хочет его разграничить отделить одно от другого там гостиную столовую кухню а то что я как вижу это пространство мне кажется что в ее случае оно должно быть единым иначе это окажется какие-то клетушки но это ее личное восприятие она вот так вот хочет и тут просто именно действительно я иногда говорю что дом должен быть чтобы в нем было комфортно там должны быть и кладовки и постирочные и кухни желательно чтобы продуктовая кладовка была но это мое такое восприятие я не могу сказать чтобы я это навязывала навязываю своим заказчикам я просто это транслирую что хорошо бы чтобы это было а когда ты начинаешь собирать помещения все чтобы вот были и кладовки и постирочные и желательно количество санузлов чтобы было на каждую члену семьи на каждую спальню и гостевые на каждом там где зоны где люди собираются там тоже должно быть то дом может так раздуться в площадях и действительно не каждому это нужно но это опять-таки если человек принимает это если ему это действительно вот у него есть в этом потребность то лучше это делать чем вот замыкать себя чего-то себя лишать я просто всегда то что квартира мне кажется легче ее продать купить новую а с домом это сложнее если дом не устраивает то мне кажется его сложнее продать мне кажется что к дому к его планировке к его объемам лучше сразу относиться вот с большим требованием то есть да мы говорим даже про типовой поселок где дома строились по одному проекту и мы понимаем что вот почему вот один дом стоит 45 миллионов а другой 68 хотя они же одинаковой площади по одинаковому проекту люди уже там за 3-4 года жизни в этом доме могли перестроить все настолько глобально во-первых начинка у дома у всех разная планировка дизайн проект техники мебели могли успеть построить какую-то баню какой-то гараж и все повлияет на стоимость и разница в цене будет ощутимая два одинаковых дома на моей практически еще не встречались даже в одном коттеджном поселке вот это поэтому да действительно если мы говорим про строительство покупку родового гнезда все факторы они должны учитываться что для вас важно какая площадь вам как вам комфортно сколько у вас членов семьи а какие потребности должны в этом доме быть закрыты то конечно эта покупка очень серьезная и к ней надо относиться серьезно просто так мониторить цена вид а что почем это конечно так для понимания рыночной цены можно точно так я вам могу назвать цены на участке сколько в этом направлении сколько в этом но отталкивается от потребностей конкретной семьи кому что нужно да все очень по-разному воспринимают и площади и объемы и потребности конечно и ритм жизни у всех разный кто-то там привык захочет иметь какую-то мастерскую кто-то библиотеку кто-то кабинет знаете как бы последние тенденции если раньше везде были домашние кинотеатры то сейчас как бы от домашних кинотеатров отказываются да и казалось бы что может быть отказываются от бильярдных да нет такие хотят бильярдные сейчас просто это уже действительно очень зависит конкретного человека от конкретных потребностей то есть всех абсолютно сделать какой-то проект чтобы он устраивал всех это вообще нереально и я вот когда знаете что меня смущает в готовых поселках когда люди иногда действительно ведутся на вот эту разницу вот они увидели какой-то там дачи где-то что-то домик сломался уже там заборчик не тот а приехали в поселок где все обустроено и делают выбор туда вот в этот поселок но вот именно действительно внешне эти факторы они не позволяют правильно оценить планировку дома правильно оценить сам участок если они не понимают действительно не каждый имел дачу не каждый жил за городом чтобы вообще понять а что он там будет делать если человек вообще полностью городской житель что там тебе нужно куда-то выйти на улицу а улица у тебя вот этого сада этого и вот насладиться ну это конечно это очень а вот например это старая дача там как раз ты можешь сломать этот домик и там построить то что нужно и да я как бы архитектор который проектирует и конечно для меня интереснее брать готовые не готовый проект даже реконструировать дизайном в готовом доме заниматься что я тоже делаю а строить изначально но я осознаю что люди далеко не все к этому готовы в основном к этому не готовы я поэтому предлагаю все-таки искать не готовые дома в поселках а рассматривать у тех производителей кто делает домокомплекты что у них можно подобрать планировку которая тебе будет более-менее подходить и ты можешь уже этот дом поставить на том участке где он будет смотреться и где ты будешь уже с комфортом жить то есть ну комфорт можно себе создать еще потому что иногда вот это не всегда еще осознают что нужно платить за территорию за коммунальные услуги что он реально вообще в коттеджном поселке дороже проживания чем в том же дачном да опять же мы столкнулись с тем что у нас постоянно какие-то споры у жителей поселка с управляющей компанией хотя я считаю что у нас достаточно бюджетные платежи кассу поселка в кассу управляющей компании когда человек опять же переезжает из квартиры в загородные поселки ему на самом деле достаточно комфортно что ему не нужно самому чистить снег там по улице да ему не нужно там вывозить мусор куда-то там за территорию поселка хотя и такое бывает даже в поселках которые себя считают премиум класса просто вот эти фактор нужно учитывать закрытый поселок это не всегда про свободу и про комфорт но при этом для кому-то покажется что это соседи которых они выбирают ну то есть какое-то служение да это наличие опять же каких-то коммуникаций в этом поселке да в закрытом поселке может и быть и родовое гнездо опять же просто все зависит от локации в нашем а когда же на поселке распродавали земельные участки разной площади опять же покупали их люди достаточно разношерстные да у нас есть и домики небольшие которые как-то оказались под линией лэп построены да есть шикарные какие-то дома которые там вот опять же сковаными заборами и это вот разношерстность такой архитектуры она немножко конечно глаз выбивает но кому что да то есть кто живет в небольшом доме который когда-то построил здесь один из первых ему наверное кажется что очень даже комфортно и вот по поводу наличия инфраструктуры в загородном поселке не всегда опять же объективно люди оценивают действительно что живя в каком-то просто поселении там пригороде да где это просто не ТСН не какой-то закрытый поселок а просто какое-то место там опять же есть в пешей доступности вот вся инфраструктура а из закрытых коттеджных поселков всегда нужно выезжать то есть в семье должно быть несколько транспортных средств для передвижения для выезда опять же до маршрутки до ближайшей электрички там либо до ближайшей там остановки общественного транспорта да это тоже нужно учитывать это не всегда с первого взгляда фактор такой понимают люди что допустим если семья с детьми значит кто-то из членов семьи то есть либо нанимать няню нужно будет либо кто-то из членов семьи будет постоянно привязан к тому что вывозить детей из территории поселка вывозить в поселок то есть это такой фактор буквально минуту я включу себе свет резко потемнело смеркалось как говорится вот еще хотела также добавить у нас есть квартиры в Москве в подмосковном городе выбирают по районам то дома направление для строительства для покупки земельных участков либо покупки готовых домов выбирают уже по направлениям по шоссе точно так же как наверное в Москве северо-запад всегда отличался по стоимости за квадратный метр на квартиру также она всегда и отличается по участке и на готовые дома мы понимаем что есть сложившееся укоренелое понимание что Рублево-Успенское шоссе это самое одно из дорогих направлений но помимо этого направления сейчас есть достаточно много интересных локаций опять же где и лесная зона там и все коммуникации поэтому здесь когда вы приходите к выводу о том что вы планируете строиться нужно смотреть опять же а где у вас работа там либо бизнес да в Москве по какому шоссе ездите где чаще всего вы проводите время где вам больше нравится какой район опять же да то есть где чаще всего пробки собираются и сколько они баллов по пятницам это тоже нужно учитывать или там 8 утра когда вам нужно на работу у меня есть такая поговорка у меня многие удивляются почему я так рано встаю с супругом мы встаем в 5 утра чтобы выехать до пробок да не все понимают что загородная жизнь имеет свои особенности но говоря о том что люди приходят к покупке участка и строятся бояться этого не нужно нужно просто взвешивать взвешивать свои силы и советоваться с экспертами мне бы вот у Анны хотелось спросить вот за последнее время вы проводили работу в том числе и по реконструкции каких-то других проектов я вот начиная с 2000 года очень много запросов по реконструкции но знаете какая реконструкция с расширением не с уменьшением площади а с увеличением площади и наоборот люди ведь и семьи разные например у меня в Сене же был проект когда там 4 сына и дом из 800 квадратных метров у нас по проекту 1400 и дом который сейчас который все время транслировала Тюдор там был старый дом но он реконструкции не поддавался тоже нужно потребности были больше дом построить потому что требования к тому что должно быть в доме оно просто вот изначально даже мне человек заказчик говорил что ему дом нужен от 1000 квадратных метров могу ли я такое спроектировать и реконструкция сейчас у меня сегодня была на авторском надзоре мы тоже в общем-то в какой-то степени увеличили площадь потому что там пересмотрен переход сделан по-другому бассейн потребности очень разные но реконструкция к сожалению связана с тем что это время и это деньги иногда даже больше чем дом если изначально построить просто не все это понимают просто настолько должен быть осознанный подход к тому что именно вот тебе это действительно нужно чаще всего это связано с местом вот если купи дом морально устаревший с ремонтом который более-менее вот можно заехать и жить сделай опять же перестройку ремонт в более современном стиле фасад поменяй забор поменяй и будет тебе счастье а оказывается не всегда все так просто нет не всегда так просто во-первых фасад поменять это непросто непонятно из чего дом построен не каждый фасад может выдержать ту переделку которая нужна например сейчас современная система в основном это идет принцип вентилируемого фасада неважно потом там кирпич будет натуральный камень чтобы сделать этот вентилируемый фасад дом сами стены дома должны выдержать все эти крепежи и вот этот вес дополнительный который будет на этом доме на этом здании все эти переделки они связаны с дополнительными нагрузками с дополнительным вторжением в дом и это действительно должен дом быть очень ценен тебе дорог что ты его хочешь перестроить иногда проще сломать и построить новый но в этом тоже есть свое но потому что иногда бывают такие места те же дачные поселки где дороги они просто не позволяют вмешиваться настолько глобально туда просто строительная техника не войдет туда там просто невозможно разместить строительный городок поставить бытовки чтобы там жили строители потому что иногда вот чем больше работ нужно произвести тем больше строителей должно там находиться а как это что это эта нагрузка идет уже обеспечить их жизни либо бытовки либо там какие-то помещения в доме выделять в которых они могут жить это должно быть биотуалет вода электричество дополнительно место для того чтобы разгрузить эти стройматериалы просто некоторые дома вот старые которые хотят реконструировать место вокруг оно просто не позволяет ничего это сделать и еще есть другое я вот я не знаю как вы запрашиваете или не запрашиваете я столкнулась это два года назад с справкой ГПЗУ когда ко мне обратились за реконструкцией дома нужно увеличить площадь дома и на одном участке то есть еще дополнительно купили участок надо было построить еще гаражи и зону спа там 300 квадратных метров и выясняется что там где они хотят построить там у нас надо согласовываться с аэропортом а там где дом уже стоит если его расширять что-либо с ним делать там надо сводоохранная зона вот это да Анна нашу тему можно обмусоливать бесконечно и тема родового гнезда готова перетрансформировать тему 100 советов тем кто собирается купить или построить дом вас очень интересно слушать и я просто обращаю внимание тем кто задумывается о строительстве либо покупке уже готового жилья не стесняйтесь обращаться к профессионалам когда вы только на стадии выбора земельного участка либо уже коробки дома либо вторичное жилье то есть после кого-то вы это приобретаете столько нюансов что для вас чтобы не обернулась этой потерей денег времени да и просто ни одна страховая потом не выплатит да за какие-то вещи там скрытые дефекты вот поэтому строительство родового гнезда тема интересная я не нужно бояться просто подходить к этому разумно находить по цене участок в той локации там где вам комфортно и хочется жить испытывая наличие коммуникации опять же да и свой бюджет вот как бы резюмируя вот сегодняшнюю нашу встречу просто хотелось бы повторно пригласить Анну к совместному эфиру потому что тема считаю что ее можно продолжать в разные направления допустим даже какие-то элементы относительно земельных участков модели смотреть какие-то вопросы поднять при покупке что нужно проверить с точки зрения попасть в риски все мы это готовы осветить в одном из очередных эфиров если с удовольствием с удовольствием Нель ну наверное все кто слушал прямой эфир и я оставлю запись могут прослушать его позже могут к вам обратиться за консультацией за рекомендациями я скажу по поводу недвижимости пишите даже если это какой-то бытовой совет в плане покупки дома я просто вам даже по-человечески что-то могу подсказать и поделиться своим опытом просто как на что обращать внимание какие-то моменты просто осветить и поделиться поэтому пишите не стесняйтесь вот это будет вам как наш подарок от авторов прямого эфира пожалуйста не стесняйтесь пишите за консультацией если это без каких-либо расчетов и подбора то конечно это все будет на бесплатной основе обращайтесь поможем вас благодарю с удовольствием присоединюсь к последующим каким-то темам на это направление загородной недвижимости и просьба большая поставить неосу авторству потому что темы подняли на самом деле обязательно чтобы и мои подписчики тоже познакомились с таким интересным специалистом архитектором и приходящие обращаются я обязательно сейчас сделаю вас автором чтобы непременно все смогли ваши подписчики кто и не смог сегодня присоединиться к эфиру смогли его посмотреть все очень любопытно все о чем вы рассказывали всем спасибо до свидания до свидания спасибо 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 спасибо